Очень большую роль для логистического рынка это являет тренд, который есть на рынке на сегодняшний день. Моя презентация подкреплена, я также являюсь доцентом бывшей школы экономики, занимаюсь логистикой, поэтому в моей презентации мы с вами совсем немного времени, но уделим тому, какой целый тренд на сегодняшний день логистической отрасли, помимо тех практических аспектов, на которых хотелось бы на сегодняшний день остановиться. Несколько слов о софтрансавте, это не реклама, просто чтобы вы понимали, какое место мы занимаем в автоматической логистике и занимаем давно, несколько слов о том, кто мы есть и как мы работаем. На сегодняшний день софтрансавт, какого называют компания софтрансавта, это группа компаний, которые находятся и в России, и в Европе. В России это достаточно широкая сеть первую очередь транспортных предприятий и сплавских активов. В Европе мы также отказываем комплексные услуги, это касается и Западной Европы, и Восточной Европы, и Северной Европы, и стран Азии, которая граничит с европейскими странами. Знаете, уже порядка шести лет мы ведем активную работу, связанную с дифференциацией нашего подхода. Начинали мы с того, что это огромный парк, более тысячи длиниц центрованных автомобилей. На сегодняшний день парк несколько оптимизированный, это порядка 700 автопоездов, которые работают в совершенно различных направлениях. На сегодняшний день это стандартные трейлеры, контейнерные шасси, и репрезераторы, и прицепы для перевозки стекла, и специализированные оборудования и техники, которые работают на рынке автоматической логистики. Это и авторвозы для перевозки готовых машин, и различные оборудования и прицепы для перевозки автокомпонентов, и электричных посырей. В нашем портфеле на сегодняшний день порядка 70% занимает автоматильная отрасль, причем у нас контракт работает от 10 до 15 лет. Мы работаем с основными АЭМ, с производителями, мы стали партнером Мерседеса, Мана, Электа, Шинек, Суроны, Вора, можно перечислять другие компании, с которыми мы сотрудничаем. Ну и, соответственно, в нашем портфеле есть стратегические клиенты, с которыми мы сотрудничаем. В первую очередь это EGC от Unifed Glass, это автомобильное стекло, мы являемся одним из основных участников стратегических партнеров этой компании. Это компания UQMOLLE, JET, это компания GUNDIER, выступление, которое мы сегодня в случае также. Это компания Petromaster и некоторые другие компании, которые работают на рынке автоматильной логистики. Поэтому для нас, как и для многих других логистических операторов на рынке, рынок автоматильной логистики играет очень большую роль. Я хотел бы обратить ваше внимание, много очень говорится о геополитической обстановке, об украинском кризисе, о кризисе автоматильной логистики, и для того, чтобы разобраться в этом, надо было посетить автоматильный саммит, который закончился буквально пару месяцев назад. Я попробую сакцентировать ваше внимание на основных моментах, которые нас волнуют на сегодняшний день и, на наш взгляд, определяют позицию. Обратить внимание, есть такая организация World Economic Forum, это организация Пауса Шваба, независимый экономический форум, который формирует ряд рейтингов и статистику по странам, как определенные отрасли и индустрии развиваются. Вот я хотел бы обратить ваше внимание на то, как очень интересный индекс, все говорят о рынке, об индексе конкурентоспособности, а я бы хотел бы обратить ваше внимание на индекс, Enabled Choice Index, это уровень развития торговли в стране. Это комплексный критерий, который формируется в независимой организации, он включает в себя и доступность рынка для импорта и экспорта, эффективность пограничной службы, уровень развития инфраструктуры, дорог, техники, IPS, коммуникативной отрасли и, соответственно, операционная эффективность. То есть этот индекс, он формируется, как я сказал, независимым агентством и описывает то состояние, в котором находятся основные отрасли и страна в целом. ETI уделяет очень много внимания и на самом деле есть, если вы потом уделите время, свободное и познакомитесь с этим отчетом, очень любопытная аналогия с тем, как ETI соотносится с уровнем ВВП в определенных странах. И вы увидите, что зависимость очень прямая. На сегодняшний день, кто бы что ни придумал по ней конкурентоспособности, очень четко прослеживается связь между развитием страны, уровнем дохода на большее население и способностью страны, эффективностью страны в отношении мировой торговли. Вот обратите внимание, какое место занимает Россия в этом индексе в 2014 году. Мы все знаем с вами, что есть различные индексы, конкурентоспособность, 53-й местный и так далее. На сегодняшний день мы с вами находимся в градации мирового экономического форума в позиции развивающейся страны с неплохим доходным нарушением населения, но очень сильно отстаем возле крытости рынка по традиционной составляющей и проблемам в проведении логистических операций, скоростной логистикой, которые есть на рынке на сегодняшний день. Я бы сказал, что наряду с теми геополитическими моментами, которые есть на рынке и на сегодняшний день происходят, это объективный факт. Нам еще очень много предстоит России поработать над развитием инфраструктуры и развитием логистической отрасли, потому что на сегодняшний день она находится действительно на начальной стадии своего развития. При этом транспортно-логистический рынок в России занимает порядка 8% экономики и является одной из системообразующих отраслей. На сегодняшний день какие-то рынки мы видим в автомативной области. Мы решили вопрос с обеспечением основных грузовладельцев и основных участников рынка функций логистики. То есть на сегодняшний день нет таких областей в России, куда логистика добраться не может и которые являются недоступными. То есть ситуация физического распределения, обеспечения функций логистики решена. Но на сегодняшний день рынок и автомативный рынок рос очень серьезными, большими темпами. автомативный рынок играет очень большую роль для экономики России и только для других экономик, потому что это сервисно-отслуживающий отрасль, который двигает транспортно-логистический сегмент. Требует новых подходов и на сегодняшний день мы с вами сейчас это обсудим. Этот отрасль является пионером в рамках определенных шагов, которые связаны в первую очередь с оптимизациям и используем смарт-подходов по логистике, которые присутствуют на рынке. На сегодняшний день мы видим назначенную консолидацию в отрасли, мы видим развитие крупнейших операторов и мы видим также при этом некое снижение доли транспортных активов, которые есть у крупных операторов рынка. То есть на сегодняшний день транспортные активы они перетекают в область СМД на основу и медиум в компании и крупные игроки они с большой неохотой будут в область инвестируют транспортные активы, но при этом развивают комплексные сервисы. Задача, которую приходится решать любому логистическому оператору на этом рынке, она многокритериальная. То есть критериев, с которыми нам приходится работать много и, как правило, эти задачи они требуют серьезного штата, больших практических компетенций, но и, собственно, ведут к разработке достаточно сложных логистических моделей соплачей. При этом хочу обратить ваше внимание на то, что ничего нового на рынке избрить невозможно. Транспортировка занимает большую часть зависимости, конечно, от цены товара. Транспортировка продолжает оставаться одним из основных сегментов. логистики с точки зрения расходов на логистики или с точки зрения того, как строится соплачение. И автомативная отрасль, она традиционно остается одной из тех отраслей, которым логистикой тратят достаточно небольшие серьезные средства. Таким, бюджетом автомативных операторов, они находятся на среднем уровне либо на уровне выше среднего. Семь 12% для автомобилев строения, машин, оборудования, автокомпонентов распределяется от цены обстановки продукции на логистику. Хочу обратить ваше внимание на соотношение того, какие транспортные модальности развиты на сегодняшний день транспортные отрасли России. Мы крупный перевозчик и, безусловно, мы видим, кто в этом образом на сегодняшний день развивается транспорт в России. Автомобильному транспорту увеличивается очень мало. Недостаточно внимания, скажем так, на сегодняшний день. Есть дополнительная ограничение. Начнем с ограничения введенных по дополнительным гарантированным потерям конденсий, которые перекроили рынок. 3,70 с ноября 2015 года 17% стоит лизинг в России по отношению к 6-8% в Польше. Утилизационные сборы стоимости техники. На сегодняшний день те энтузиазмства, которые хотят вкладывать транспорт, должны иметь четкий бизнес-план и понимать, зачем они это делают. потому что на ближайшую перспективу риски, с которыми мы столкнемся и столкнемся на сегодняшний день, они очень существенные. И я бы хотел обратить ваше внимание на то, как выглядит этот партнер в Европе, в Америке и в сопоставлении с Россией. в Европейском в Европейском Союзе в прошлом году автотранспорт занимал 45%. Это большая доля, но при этом обратите внимание, сколько занимает внутренняя водная коммуникация, сколько занимает железнодорожный транспорт и сколько занимает морской транспорт. 36,8% это шутси конститейшн, то есть использование водных путей для перевозки генеральных грузов в Европу. То есть мы при большом доле автомобильного транспорта видим, что мультимодальный транспорт развит на рынке Европы очень сильно. Смотрите, какой портфель у американцев. На сегодняшний день есть очень четкий прослеживается очень четкий баланс между автомобильным транспортом 28,5% зелеными дорогами то есть 82%, внутренней водной коммуникации 13% и трубопроводный транспорт не играет также большую роль для Соединенных Штатов Америки. И мы обратимся к официальной статистике России. Россия продолжает оставаться экономикой ориентированной на сырье, экономикой, которую импортируют основные товары и сервисные области, которые рождаются и сталкиваются именно с зарождением в этих сегментах. Портфель транспортных модальностей в России выглядит очень просто. 68,5% порядка 69% это транспортировка автомобильным транспортом. Таким образом, у нас на сегодняшний день какие проблемы у нас есть помимо тех статистических проблем, о которых я сказал по автомобильному сегменту. Мы отстаем в плане развития инфраструктуры, плотности, протяженности автомобильных дорог, одна из самых низких среди развивающихся стран. Мы отстаем в плане развития международных транспортных коридоров и, как мы разобрали, находимся на достаточно низкой позиции в отношении развития пограничных процедур. Перегрузочные злые и логистические центры это тоже сегмент, в который необходимо инвестировать. Ну и собственно проблема является сама стоимость владения транспортными активами в Российской Федерации. Это проблема, которая ставит под сомнение потенциальный интерес инвесторов, в том числе западных, для того, чтобы вкладывать деньги в развитие этого сегмента. Без участия государства, я думаю, мы с коллегами на сегодняшний день далее также об этом скажут, на сегодняшний день интенсивное развитие этой отрасли ставится под сомнением. Как сказал один мой коллега, ситуация коллеги, друзья, стабильно тяжелая, в сегодняшнюю геополитическую постановку транспортных кризис еще и добавил пессимизма для инвесторов и участников рынка в эту и без того несимпатичную картинку мы для себя определили совершенно четкий тренд мы не инвестируем сейчас в экстенсивное развитие транспортных активов мы инвестируем в проекты связанные со смарт-логистикой то есть это увеличение поназа перевозки использование нового оборудования то есть инвестирование только в те активы которые создают добавленную стоимость как для нас как и для нашего владельца поэтому залог успеха и в сегодняшних условиях мы увидим это по рынку мы видим и банкротство транспортных компаний слияние и новые действия на рынке будет связано с тем что Россия как участник глобальной группы мировой экономики безусловно будет далее играть достаточно серьезную роль геополитика как она будет двигаться дальше покажет практика я бы выделил два сценария развития соответственно транспортно-монистической отрасли России применительно к автоматильной индустрии и применительно к развитию автомобильного сегмента который как мы с вами сегодня разобрались один из основополагающих и определяющих на сегодняшний день для основных индустрии сценарий номер один это дальнейший тренд на интеграцию России в мировое экономическое пространство торговое пространство это вступление в ВПО это развитие совместных предприятий и концессий полгин на территории России в этом случае и минувший кризис который по этому сценарию может закончиться в ближайшие 5-6 лет по нашему оценку он может вернуть нас на эти рельсы и заставить дать логистике новый импульс и в этом случае мы будем мнить темп роста может быть еще выше чем были перед пост кредит периодом после 2009 года и после кредит украинской кризис и сейчас ну и сценарий номер 2 который выглядит также реалистичным это ограничение доступа иностранного бизнеса ввиду разных обстоятельств разных концепций подхода к этой ситуации геополитической чему это может привести это может привести к повторению опыта реализации опыта азиатского в качестве примера могу привести КМР когда на внутреннем рынке КМР национальные операторы это наиболее сильные игроки часть сегментов закрыта для иностранного бизнеса которые связаны с использованием транспортных активов поможенных процедур удачной удачной идеей реализовать такой путь для России наверное это не мой вопрос я занимаюсь бизнесом немножко на рукой наверное это вопрос нашим государственным деятелям и в ближайшее время мы сейчас находимся в некой поворотной кардинальной точке очень интересной точке покажет на мой взгляд каким будет это разве будем надеяться на лучшее и продолжать делать то что мы делаем на рынке спасибо вам большое спасибо субтитры экваториальные либерия я просто много этих трек не изучал и они все кроме коллективити индексы в общем слабенькие с точки зрения фактуры у них нет они ставят куда-нибудь опыта страна любой индекс это достаточно впор обстоятельства я начал с того что это моя личная оценка я это считаю студентом и сегодня я решил поделиться своим впечатлением клаус шва я его знаю лично человек который очень уважаем на международных кругах и научных и логистических кругах скажем так человек который никогда не будет что-то делать за деньги потому что у этого человека их очень много речь не о генгарзе речь о невнимательности и игнорировании просто это разные мы с вами можем потом консекутировать на эту тему но как я сказал да любой рейтинг это спорное обстоятельство это оценка индивидуальная любой организация я показал вам ETI индекс который к сожалению на мой взгляд как одна из оценок очень авторитетной организации не привлекает к чему-то внимания но я хотел сегодня повлечь ваше внимание все любят логистический индекс который на таком же месте держит Россию так что ничего страшного хотя он тоже вожжет скажите пожалуйста вот этот традиционный материал не будет у вас в будущем в следующем ну вообще моя лекция открыта вы можете их посещать если это необходимо то я это не укладываю в открытый доступ поскольку это материал для обучения студентов если на горе моем но в принципе это не проблема мы можем установить поделиться коллеги еще вопросы отлично спасибо спасибо вам удачного дня следующий выступающий Алина Дисимбаева меня до свидания как let���地 отлично помц отлично Продолжение следует...